Всем привет! В этом видео я покажу, как можно исправить практически любую испорченную фонограмму, если вы записали свой голос, независимо от того, на что вы его писали. Микрофон какой-то очень дешевенький, может быть диктофон, может быть смартфон, может быть где-то в помещении, где много эхо, может быть где-то в помещении, где какой-то посторонний шум. Я попробую показать, как исправить такую звуковую дорожку, причем сделать это вообще совершенно бесплатно, быстро, не прилагая особых усилий, даже независимо от того, какой источник звука у вас есть. Итак, давайте я покажу для примера две дорожки, которые я записал. Обе дорожки записаны на смартфон, слушаем их качество. Всем привет! Это видео я записываю для теста, для того, чтобы показать, как записывается звук, если наговаривать что-то в микрофон смартфона в непосредственной близости от этого микрофона. Всем привет! Это запись для теста, для того, чтобы показать, как звучит запись, если микрофон смартфона расположен достаточно далеко. И я нахожусь в комнате, здесь слышно эхо, и вы можете услышать, что звук полностью не пригоден для того, чтобы его использовать в каких-либо более-менее профессиональных условиях. Итак, мы видим, что фонограмма никуда не годится. Помимо того, что вторая дорожка, которая была записана, она с большущим эхо, так она еще и очень низкая по уровню. Понятно, что ловит всякие отражения, переотражения. Что мы делаем? Заходим в браузер, вбиваем podcast.adobe.com или в гугле ищем podcast.adobe, он сразу найдет этот сервис. Здесь нужно зарегистрироваться, либо авторизироваться. У меня учетная запись Adobe есть еще с тех времен, когда у меня была подписка Adobe Premiere Pro. Заходим в Quick Tools, здесь все на английском, неизвестно, сколько будет еще работать эта штука бесплатно. Может быть, она перерастет в какой-то серьезный сервис, может быть, вообще удалится. Это бета-версия, поэтому все работает, ну как работает. Но в любом случае, работает очень хорошо. И здесь есть два сервиса. Первый это то, что мы можем проверить микрофон, о нем поговорим чуть попозже. И основной сервис, о котором сегодняшнее видео, это то, как исправить вашу запись и превратить ее, как вы можете заметить, в студийную, где не будет каких-то переотражений, эхо и звук чуть-чуть подправится. Итак, заходим сюда, видим, что он нас перенаправил на соответствующую страницу и тут сразу мы видим ограничения. Ну, во-первых, мы можем загрузить сюда либо mp3 файлы, либо wav файлы. Файлы m4a сюда не загрузишь. Ну и всякие другие форматы. Поэтому, если у вас файл не mp3 и не wav, используем бесплатный конвертер файлов. Я использую формат factory, он же еще называется фабрика форматов. Сюда закидываем тот файл, который вам нужно отформатировать или переформатировать, я бы сказал, да, точнее, mp3 либо wav. Понятно, что если у вас исходник в высоком качестве, само разрешение файла, то лучше оставить wav. Если нет, то можно и mp3. Итак, у вас общая длительность должна быть не более одного часа и занимать не более одного гигабайта за одну загрузку этого файла. Ну, давайте сюда перетащим. Видим, что можно перетащить и бросить файл, то есть не обязательно нажимать на эту кнопку и выбирать на компьютере. Ну и вот мои два эти файла, которые я хочу видоизменить. Итак, первый файл, который у меня с нормальным качеством записи, где я был близко к микрофону, давайте его видоизменим. И второй файл, попутно, пока этот загружается, мы можем этот адрес скопировать, еще раз вставить и у нас попутно открывается доступ к еще раз этому инструменту. Опять же, сюда вставляем следующий файл и видим, что у нас в обоих окошках идет обработка. Некоторые файлы могут до 10 минут обрабатываться. Ну и здесь он тоже самое будет писать сейчас. Также здесь есть сэмпл, mp3, который вы можете использовать для того, чтобы понять, как вообще работает этот сервис. Итак, прошло совсем немного времени и видим, что наша запись уже обработана. И мы можем сравнить то, что было с тем, что у нас получилось. Здесь же скачали обе записи и смотрим, что у нас получается. Итак, смотрим, что у нас было. Всем привет, это видео я записываю для теста, для того, чтобы показать... И что стало? Всем привет, это видео я записываю для теста, для того, чтобы показать, как записывается звук, если наговаривать что-то в микрофон смартфона непосредственной близости от этого микрофона. То есть получается, что если запись уже была сделана довольно качественной, то этот инструмент ее вполне себе испортит. Но что случилось с той записью, которую мы делали вдалеке от микрофона? Сразу по уровню видим, что здесь был уровень ниже, чем получился на выходе. То есть он слегка приподнял примерно на 5, может быть 7 дБ аудиодорожку. Итак, пробуем. Всем привет, а это запись для теста, для того, чтобы показать, как звучит запись, если микрофон смартфон. Всем привет, а это запись для теста, для того, чтобы показать, как звучит запись, если микрофон... И я нахожусь в комнате, здесь слышно эхо, и вы можете услышать, что звук полностью непригоден для того, чтобы его использовать в каких-либо более-менее профессиональных условиях. В более-менее профессиональных условиях. Итак, что можно сказать в итоге? Мы видим, что поднялся уровень, мы видим, что убралось эхо реально. Но какой ценой? Мы получили немножко хуже высокочастотную составляющую. То есть звук получился не таким ярким, не таким чистым. То есть получается, мы теряем в кристальности звучание звука. В миксе, если это вы будете использовать с подложенной музыкой, или, например, если вы это будете использовать в композиции какой-то музыкальной, вы поете песни и так далее, то это, скорее всего, не так сильно будет очевидно, как при прямом сравнении, как вот сейчас я это сделал. Поэтому, в принципе, этот инструмент имеет право на жизнь. Классно, что у него есть возможность тут же предпрослушать, но буквально маленький кусочек, лучше все-таки скачать. И, собственно, классно, что этот инструмент работает достаточно быстро. Мы видим, что записи примерно длились у нас сколько? Ну, вот тут по буквально каких-то несчастных 10 секунд, еще тут 20 секунд, то есть где-то 30 секунд. Ну и на обработку ушло примерно в 2-3 раза больше времени. То есть, в принципе, исправить какой-то длительный какой-то подкаст, какую-то длительную звуковую дорожку, ну, нужно будет потратить на это время. Но плюс, что это все бесплатно, и можно вот так окошек понаоткрывать и, собственно, много-много файлов сразу исправлять. Также минусом является то, что мы не можем закинуть сюда файлы никаких других форматов, кроме mp3 и wave. Например, встроенный звукозаписывающий, да, диктофон в Windows, у меня Windows 11, он пишет файлы формата m4a. Да, он пишет их в высоком качестве и все такое, но вдруг вы ее запороли. Придется немножко потратить времени и дополнительно еще место на жестком диске или на SSD. Установить дополнительный софт для конвертации. Это тоже небольшой минус. Хотелось бы, чтобы все было в одном программном продукте. Ну, и еще один нюанс. Это то, что мы можем здесь настроить микрофон. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем сюда и Check Mic. Включаем. Значит, нажимаем Start. Скорее всего, нужно предоставить права. Да, разрешаем. Протестировать. Нажимаем Test. И, собственно, говорим что-то в микрофон. Он сразу покажет дистанцию до микрофона, сократить или нет. Уровень Gain и также какой у нас фоновый шум и эхо он также покажет. Ну, что ж, надеюсь, что тест можно завершить. Нажимаю Stop Test. И вот мы видим, что фоновый шум у нас в норме. Эхо у нас в норме. А вот Gain у нас повышенный. И дистанция до смартфона повышена, судя по всему. Но тут вот, я не знаю, давайте я попробую переделать тест и буду говорить потише. И посмотрим, что он нам покажет. Может быть, будут какие-то другие результаты. Я говорю чуть потише и посмотрим, будут ли какие-то другие результаты для того, чтобы понять, как работает этот инструмент. Видим, что да, я слишком громко говорил, и поэтому ему нужно было меньше интенсивности и экспрессии. В целом он показывает, что все очень-очень здорово. Уровень громкости можно было чуть-чуть увеличить. Ну, голоса имеется в виду. И, собственно, дистанцию до микрофона можно было чуть-чуть приблизить. Но микрофон у меня петличка, поэтому он висит прямо на грузе. И, собственно, тут можно было просто увеличить чуть-чуть громкость. И, естественно, он бы это воспринял как изменение дистанции. В любом случае, инструмент классный. Инструмент работает. И его можно вполне себе спокойно использовать перед тем, как писать что-то, допустим, на компьютере, какие-то интервью. Особенно это касается многодорожечной аудиозаписи, где вам нужно будет протестить сразу много микрофонов для того, чтобы, собственно, не напортачить. И потом все это не переисправлять. Итак, что имеем в итоге? Инструмент дешевый, бесплатный, достаточно быстрый, в принципе, понятный, простой. Здесь нет каких-то суперкрутых функций. Или вам не нужно знать суперанглийский язык, чтобы разобраться в нем. И что самое, наверное, интересное, это то, что качество работы у него отлично. Понятно, что он не лишен недостатков. И эти недостатки вы всегда сможете проверить и увидеть в работе. Например, если вы будете использовать не речь, а что-то совмещенное с музыкой. Какие-то, допустим, может быть, музыкальные файлы. Попытаетесь туда загрузить. Он все это испортит. Потому что он рассчитан исключительно на речь. Причем эта речь должна быть определенного уровня громкости. Если это очень тихая речь, допустим, когда вы говорите слишком тихо, там, шепотом, то он это все испортит. Поэтому нужно, чтобы это было членораздельно. И тогда инструмент будет работать хорошо. Возможно, когда он выйдет из стадии бета, он сможет распознать, что, например, загружена музыка. Я отказываюсь это делать. То есть он не будет выдавать просто испорченный продукт. Или, например, он научится распознавать шепот. Но пока что он хорошо работает именно с обычной речью. Инструмент классный. Можно пользоваться. Буду его использовать в работе. И посмотрим, насколько хорошо он будет выручать. Возможно, даже выложу какое-то видео о каком-то интересном эксперименте, как мы подправили какой-то звук на продакшене. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, инструмент вам понравится и будет полезным. Пользуйтесь и задавайте вопросы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok